Просто позвольте Звёздным Войнам уйти Пожалуйста Просто позвольте им уйти, почему вы не позволяете им уйти? Кейтлин Кеннеди, ты же ненавидишь всю эту долбанную франшизу Почему ты просто не можешь позволить ей уйти? Вот эта вот классическая поговорка про то, что после драки кулаками махать это немножко западло Она правильная, я с ней соглашусь Но, понимаете, есть разница между тем, чтобы махать кулаками после драки И тем, чтобы после драки махать кулаками, одновременно обсираясь И говоря всем, какой ты классный и взрослый за то, что обосрался и даже не обратил на это внимания Таким образом, привлекая внимание всех остальных к этому В случае с Диснеем и Звёздными Войнами, с другой стороны Эта метафора приобретает гораздо более конкретный и, к сожалению, плачевный оборот Мы не можем просто оставить бедного Палпатина в покое Нам пришлось его воскресить Окей, если что, я готов просто закрыть на это глаза и притвориться, что этого не было Собственно говоря, я так и сделал Но они не могут остановиться Дисней просто не может остановиться Он пытается объяснить то, что нужно было либо объяснять ещё во время фильма Либо не объяснять вообще, просто не поднимая это, да Пойдя по какому-то другому пути Одно дело чинить то, что не сломано Это, к сожалению, бывает Другое дело чинить то, что сломано по вашей вине Но совершенно другое уже третье дело Это чинить то, что сломано по вашей вине Причём вы сами это устройство, которое вы сейчас чините И вы не умеете чинить устройство Вы это устройство взяли и просто раздолбали его бейсбольной битой со всей силы И показали это всем На большом экране За деньги На билет Звёздные войны официально подтверждают Канонизируют, я бы даже сказал Что отец Рэй всё это время был неудачным клоном Палпатина, да Эта информация к нам поступает из официальной новелизации фильма Которая только что вышла Некоторые из вас могут задаться вопросом Что ещё за мать твою новелизация фильма У меня для вас есть интересная инфа Это на самом деле довольно популярная традиция На западе брать кинцо Популярное, мейнстримное И новелизировать его Если оно изначально не было основано на книжке Если оно было основано на книжке, то ещё лучше Не нужно писать книжку с нуля, вот оно Просто давайте продавать книжку ещё больше Я не буду вдаваться в дебри того Как мы как человеческий вид пришли к тому Что у нас есть новелизации Мейнстримного ААА-кина для быдла Которая ещё и хорошо продаётся Новелизация эта Это просто была ошибка, да Вот в какой-то момент в эволюции произошёл сбой И мы теперь пришли к этому Я не буду вдаваться, зачем это делается Потому что там дебри наоборот никаких нет Ради бабла Я надеюсь, что объяснять не нужно И даже более того скажу Сама идея новелизации Если абсолютно без сарказма говорить При условии, что ей занимаются люди Которым есть дело до материала Она в принципе может сослужить хорошую службу Она может приоткрыть какие-то завесы Над тонкостями персонажей Над какими-то тонкостями действия Которые в фильме показать было По какой-то причине невозможно Но это должны быть именно тонкости Что такое тонкости в контексте? Тонкости это какие-то маленькие Не очень значительные вещи Которые интересны будут больше фанатам Тем, кто хочет больше контента по теме А толстости в противовес им Самое основное То есть основные перипетии сюжета Основная логика сюжета Цель этого всего сюжета Которая по идее должна быть достигнута Благодаря фильму Все это должно быть в самом фильме Понимаете? Мы никогда во время просмотра фильма Не должны задаваться вопросом Почему то, что сейчас происходит на экране Происходит Почему так получается? И при этом не понимать ответ Если мы задаемся таким вопросом И понимаем ответ То тогда все хорошо Я буквально только что пришел С фильма вперед Пиксаровского нового На который я, кстати говоря Вам заведомо сходить советую Вы увидите полноценный обзор На моем канале Уже, надеюсь, на этой неделе Где-нибудь в районе воскресенья Обязательно подписывайтесь На мой основной канал По ссылке в описании Но Почему я про него вспомнил? На протяжении этого фильма У меня периодически возникал вопрос А почему то, что происходит Сейчас происходит? И я, в общем-то Всегда мог найти на него ответ какой-то Не обязательно сразу Но потом На протяжении фильма Этот ответ находился И это на самом деле Большой плюс В сторону фильма Он логичный Он делает смысл Он не сломан Вперед не сломан Фильмы бывают не сломанными Я понимаю, что Особо явным фанатам Звездных войн Это может быть уже Не знакомо Этот концепт Мы забыли Каково это Когда нам показывают Кино, которое не сломано Но это действительно происходит Серьезно, я отвечаю Это, кстати говоря Уже далеко не первый случай Когда сюжетные дыры Девятого эпизода Звездных войн Пытались латать Уже постфактум Кстати говоря Держите в уме Что практически Никакое заявление Актер из фильма Не может сделать Без предварительного Одобрения Сверху От Кейтлин Кеннеди В данном случае Не каждую информацию Можно разглашать Ну, в данном случае Мы, конечно же Не можем заявлять Что действительно Иан Макдермид Это сделал По наставлению Кейтлин Кеннеди Но Иан Макдермид Нам рассказал Что в изначальной Версии сценария Не знаю Может быть в первом драфте Во втором Короче говоря В одном из ранних Драфтов сценария О том Что Палпатин Является клоном Если вы не знали Кстати говоря Эту информацию Нам тоже рассказали За последние пару дней Да, это действительно Тоже правда Он рассказывал Что в одном из ранних Драфтов сценария Была реплика Которая напрямую На это указывала В какой-то момент В первой сцене С Адамом Драйвером Где он встречается С Палпатином Кайло Рен Он должен был Произнести Ты клон А Палпатин-то Ему на это отвечает Больше чем клон Но меньше чем Человек Почему я думаю Что эту информацию Ин Макдермент Нам раскрыл Намеренно Благодаря наставлению Сверху Ну потому что Как нам уже показала И новелизация Например И многие другие Подобные изречения Постфактом данные Какую-то информацию Нам стали открывать Скорее всего Ситуация выглядела Следующим образом Кейтлин Кеннеди Увидела Что никто не принимает Ее высер Хорошо Как-то позитивно Джей Джи Абрамс Снял что мог И слился Ему уже откровенно Насрать на всю эту франшизу Он ей заниматься Особо и не хотел После седьмого эпизода Но его заставили Просто на коленях Его моля И она посмотрела И заметила Да действительно Знаете что Наверное Вот это решение Вернуть любимого Персонажа фанатов Плопатин После того Как он Одновременно Сгорел в реакторе Звезды Смерти А потом еще Взорвался в ней То есть он Как бы дважды Отошел куда-то В мир Иной силовой мир Можно сказать Наверное Это действительно Было тупой идеей И наверное Действительно Было тупой идеей Никак это не объяснять Внутри фильма Да я теперь понимаю На самом деле В чем прикол Слушайте Надо же как-то Исправиться Надо же что-то Этим бедным фанатам Дать Надо как-то Вот с лучшей стороны Показать себя А то мы ведь Реально полными Дигротами выглядим Я знаю Давайте мы Постфактом Объясним Что это Все это время Был клон Я читал это В фанатских теориях На форумах Перед тем Как называть Этих фанатских Теоретиков Токсичными мужланами А еще я слышал Что это было В каком-то там Древнем комиксе Из 80-х и 90-х Но он давно был Уже никто не помнит Поэтому никто не заметит Что мы сперли оттуда идею А теперь у нас есть Вот этот вот маленький поворот Который произошел Сразу после Замечательного И очень заранее продуманного Я уверен Что у Диснея Был план Как эти фильмы снимать А они не просто Придумывали на ходу Какой-то дебильный текст Надежды Что и так схавают Ну люди схавали В любом случае Потому что не то Чтобы Дисней был неправ Но тем не менее Они пытались Как-то вот объяснить Откуда же Рэй Произошла Никто не знал Сначала Потом Райан Джонсон Пришел Снял свое авторское кино Абсолютно наплевав На весь предыдущий канон На предыдущий фильм Вообще на все Звездные войны наплевав Потому что ему было Насрать всегда на франшизу И он сам кстати говоря В этом недавно признавался Он снял свое авторское кино И свой такой поворот Авторский туда привставил Про то что на самом деле Они были никто Но потом Кэтлин Кеннеди Посмотрела и такая Погоди Погоди Мы не можем это В своем масштабном ААА кинсета Показывать И на полных серьезных Чах это делать Я имею ввиду А что тогда Если детишки Начнут задумываться О том что может быть Они не особенные Может быть они еще И наши игрушки Покупать не будут Ты че охренел? А Райан Джонсон Ей справедливо На это и отвечает Но вы же сами Мне разрешили Пускать этот долбанный Сценарий в печать И снимать по нему фильм Почему у вас раньше Претензий не было Миссис Кейтлин Кеннеди А Кейтлин Кеннеди Ему на это и отвечает Так я что по твоему Читала что ли Это дерьмо сначала? Я по твоему Должна вообще париться Об этих твоих Звездных войнах Если я креативный директор Вся этой долбанной франшизы А кто тогда Если я буду этим заниматься Кто тогда Будет ездить по симпозиумам И говорить что Сила женского рода И что токсичные мужланы Задрали постоянно Вставлять туда Своих главных Белых героев Мужланских Это же отвратительно просто Ну и в итоге Пока Кейтлин Кеннеди Браво одерживала Верхноцы с гендерами Оказалось Что Фильмы в полной заднице И они не делают Никакого смысла Решительный Как только ты начинаешь Задумываться о логике Происходящих событий У тебя голова Начинает закипать Вот буквально Мозги внутри черепа Начинают закипать И перестают работать Ну и кроме забивания На предыдущие каноны Предыдущие фильмы В собственной трилогии Этот маленький поворот Про то что Рэй Это внучка Палпатина Вот этот маленький поворот Также еще и некоторые Другие импликации Для канона предполагал Ну например Все начинали думать Погодите Это означает Что в какой-то момент Причем там по возрастам Немножко не совпадает Про время Если говорить Но это ладно В какой-то момент Палпатин Взял Свой писюн И Применил его По назначению К женщине Какой-то Неназванный Когда он уже Выглядел Как Ну вот Как он выглядел Ну вы знаете Да Это Об этом Немножко странно думать И не то чтобы Очень комфортно Но это случилось Тем не менее И Кого же именно Кто Вот кто это был Как это получилось Оказывается Никак Вы каким-то образом Исходя из того фильма Который нам показали А я напоминаю Что из сценария И соответственно От снятых сцен Вырезаются Вещи Которые не обязательно Для сюжета Которые занимают время И нужно как-то Фильм подсократить Которые не нужны Да Которые как-то Пейсинг нарушают Но они не важны Для сюжета Не важны для происходящего Соответственно Эту информацию Если вырезали Она нам Не была необходима То есть вы должны были Каким-то образом Без вот этого Кусочка информации В начале фильма Выяснить Что Палпатин Все это время Являлся клоном И соответственно Каким-то образом Уже о Рей думать Вот в этом ключе И о том Что Батера И все это время Был клоном Палпатина Вы тоже должны были думать И теперь Когда я произношу это вслух Я начинаю еще меньше Понимать Какого черта происходит Это был Клон изначального Палпатина Или это был Клон клона Потому что Вот этот клон Удачный Который Сидит на троне И Стреляет молниями Сам в себя И Пока там Крей Приходят Духи предыдущих Автаров Это был Удачный клон Да А вот это Был неудачный Но он при этом Выглядел гораздо лучше Внешне И гораздо моложе И А почему тогда Удачный клон Не выглядел гораздо моложе Почему он выглядел Как страшный монстр Уж не потому ли Что изначально Не было идеи Делать его клоном Они просто вставили его Туда без объяснений Потому что они подумали Что нормально И так с Хабу Может ли Вот с этим фактом Что-то быть связано Я имею Если он удачный То почему он тогда Выглядит так стрёмно В то время как Неудачный клон Выглядит нормально Я не очень понимаю Честно говоря Вот о чём Кэтлин Кеннеди думает В новелизации Скайуокера Восход В сцене Когда Рэд Отключается Перед тем Как подкинуть Кайло Рену Свой меч С помощью Телепортации Которая теперь Существует Такие пожалуйста Сила эта эффективна магия Она может всё Что хочет сценарист В какой-то конкретный момент Она видит флэшбек И это в фильме было Однако вот чего В фильме не было Зато было в новелизации Так там Не было момент Про то Как Палпатин Берёт своё сознание И впихивает его В клона Это происходит В тот момент Когда Вейдер Его скидывает Соответственно В реактор Звезды смерти Вот в этот момент Палпатин Там своё сознание В клона кидает Где-то Который где-то там Находится Непонятно где А клонов было несколько И один из них На самом деле Был бесполезным И немощным Не знаю Дерьмом каким-то Просто вообще Недужный абсолютно Клон был Не до конца Идентичный Однако он выжил И создал семью И вот дальше Уже всё завертелось Окей У меня вопрос Почему он выжил Почему ему дали Куда-то уйти Почему ему дали Свалить с этой Таинственной Непонятной планеты С летающим кубом Над землёй Где сидят Какие-то старейшины Которые непонятно Откуда взялись И что они вообще такое Почему он просто Взял и свалил И улетел Как это допустили Это был какой-то Это был социальный Эксперимент Может быть Может Палпатин Проводил социальный Эксперимент Некоторый Да Всё это время Это был пранк Может быть Это был пранк Бро Это был пранк Бро Знаете Когда вы Находитесь Перед бездыханным Телом Абсолютного Провального Существа Вот этой вот Жижи Которая раньше Пыталась быть Каким-то существом А теперь это просто Жижа Иногда лучше Просто остановиться И не трогать его Да Иногда лучше Не пытаться Тыкать в него Палкой В надежде на то Что оно проснётся Иногда лучше Не подключать к нему Электрода И кричать Оно живое Потому что Оно нет Иногда лучше Просто отойти Иногда лучше Просто найти Того Кто в ответе За эту жижу Кэтлин Кеннеди В данном случае Которая абсолютно Ни чёрта не понимает Что делать с этой франшизой И что делать в принципе Она Мягко говоря Не Кевин Файги Кэтлин Кеннеди Не Кевин Файги Кевин Файги Понимает Что он делает Кевин Файги Читает комиксы Умеет их продюсировать В киноформате Кевин Файги Чё-то шарит Кэтлин Кеннеди Не шарит Кэтлин Кеннеди Не знает Что это такое Эти звёздные войны Почему люди их любят Что с ними делать Она вообще Ни хрена не представляет У неё не было плана И никогда не будет Иногда нужно Просто оставить Жижу в покое Я бы хотел Чтобы Дисней Именно так и сделал Пусть Игр кто-нибудь делает Хорошие видеоигры Вот у нас Fallen Order был Почему бы Что быть в таком духе Не продолжить делать У нас был Мандалорис В конце концов Маленький Некрупномасштабный Недорогостоящий проект Которым занимались люди Которым ездила До Звёздных войн Без участия Кэтлин Кеннеди Которые в итоге запретили На съёмочную площадку Второго сезона Заходить Вот продолжайте с этим Продолжайте А это дело Оставьте в покое Просто оставьте Правда Не надо тыкать в него палкой Не надо тыкать В Звёздные войны палкой Я вас умоляю Почему это так сложно сделать Становите в Дисней Кто-нибудь Пожалуйста Я вас умоляю Если вам нравится Слушать Как я теряю надежду Говоря про видеоигровые Или не видеоигровые темы В течение Иного количества времени Это в таком случае Ну не знаю Можете подписаться На этот канал На мой основной канал Где я делаю контент Которые даже вкладываю Какие-то усилия Можете Не знаю Лайки, дизлайки Поставить комментарии Оставить на твиттер И подписаться В конце концов Спасибо вам Что тратите на меня время Мои дорогие блюдки Идите сюда Субтитры сделал DimaTorzok